Всем привет, мои дорогие! Наконец-то мы уже дошли до того момента, когда я вам сниму все-таки видео, вопросы, ответы и поотвечаю на ваши вопросы. Вот ради этого, видите, я уже такая симпатичная сегодня, поднакрасилась, потому что стационарное видео, я его сниму и умоюсь, у меня глаза болят от души. Но не суть. Давайте приступим побыстрее к нашим вопросам. Мне уже не терпится на них ответить. И я смотрю, что многие вопросы очень такие глубокие, которые требуют прям развернутого ответа, прям расскажите. Ну, будем уже смотреть по ходу пьесы, что я расскажу сейчас, а что расскажу, может быть, потом. Так, первый вопрос. Почему Селена не любит готовить? Она проявляла интерес к готовке в детстве. Меня мама всегда отгоняла от плиты, все сама делала. Когда я уехала учиться в другой город, начала готовить. И тоже люблю экспериментировать. Для семьи, для себя. Готовую еду не могу есть, когда кто-то готовит. Ну, что вам сказать, девочки. Когда Селена была маленькая, вообще, когда у меня дети были еще, ну, в таком, скажем, даже в начальном школьном возрасте, а может быть, даже еще и в детстве, я, конечно же, учила своих детей готовить. И независимо от того, мальчик, девочка и сына тоже. Вот, ну, конечно, старшим всегда достается, так как дочка старшая. Понятное дело, что я учила готовить. Мне хотелось, чтобы дети мои были самостоятельными, потому что, ну, зачастую приходилось им что-то даже приготовить себе самим. Ну, какие-то простейшие блюда, ну, в любом случае, они могли пожарить картошку, сделать яичницу, какой-то суп, может быть, простой себе сварить. Они там даже мутили еще пироги какие-то, шарлотку делали сами. Это уже даже я не учила. Там кто-то из подружек подсказал. Так что они ваяли на кухне. И, понятное дело, я там с работы на работу бегала и приходила дома, конечно, я там готовила что-то, но им иногда хотелось что-то самим приготовить что-то. Поэтому они готовить у меня с детства умеют. И сын, и дочка. Но любить готовить или не любить готовить, это уже, знаете, дело каждого человека. Я, например, в детстве тоже, ну, мне мама учила, говорила, что ты будущая жена, должна уметь, конечно. Она меня привлекала на кухне всегда, учила готовить. Но я готовить тоже в молодости не любила. Пока я одна желаю тоже любить, не любила готовить для себя там для одной. Мне тоже иногда нравилось там где-то в столовой перекусить или где-то в кафе. Но уже когда у меня появились дети, семья, муж, понятное дело, тут уже надо для семьи готовить. И поэтому какие-то блюда, которые мама мне научила, какие-то я у бабушки научилась, вот борщ, например, у бабушки варить научилась. И я спрашивала у своих там подруг, соседей, если у кого-то зашла, я там что-то попробовала, и мне понравилось блюдо, которое или оно приготовлено вкуснее, чем у меня, или, может быть, я вообще такого блюда раньше не ела. Всякие соленья там, выпечку, торты, пирожные даже делала, когда вот у меня дети маленькие были. Но это уже, знаете, пришло ко мне вот со временем. Такой интерес готовить, это, знаете, приходит все-таки, наверное, когда приходит какая-то такая необходимость, или со временем, может быть, такое желание появляется, когда вот мамочка сидит, например, с ребенком в декрете, да, и чем-то нужно заниматься. Если других каких-то особо занятий, увлечений нету, и особенно иногда хочется, может быть, порадовать мужа, когда муж себя хорошо ведет, когда он ходит на работу, приносит домой зарплату, и хочется его встретить с каким-то вкусным блюдом, что-то, может быть, новенькое приготовить. Хотелось удивить мужа своего любимого. Поэтому вот какой-то период был у меня такой, когда я рецептики записывала, и вот какие-то разнообразные блюда готовила. Ну, потому что не было других занятий у меня тогда. Дочка, например, занимается блогерством, которая отнимает очень много времени и сил, при том, что сейчас куча разнообразных готовых блюд уже продают, или полуфабрикатов, или уже готовых. Поэтому нет необходимости. В общем, девочки, каждому свое, понимаете. Я думаю, что каждая женщина находит для себя что-то, занятие по интересам. И потом кому-то нравится, может быть, больше деньги зарабатывать, чем заниматься домашним хозяйством, стоять у плиты, заниматься уборкой и так далее. Так что ничего страшного нет. То есть, если у нее нет желания и нет любви готовить, ну, это ее личное дело. Пусть живет как хочет. Если нужно будет, она возьмет и приготовит. При том, что она уже даже показывала некоторые блюда, которые она готовит, и я даже некоторые блюда так для себя на заметочку взяла, которые я не готовлю, не умею. Следующий вопрос. Как планируете отметить Новый год? Дома или у детей? Что будете готовить? Ну, на Новый год, наверное, многие уже из вас знают, что меня пригласила дочка, и там еще будут родственники. В общем, короче говоря, стол накрывает она, но не она одна. Что-то она закажет, что-то приготовим, что-то вот сын там с невесткой собирается приготовить, что-то я приготовлю. Но пока что говорить не буду, что. Пусть это будет в секрете, потому что это может еще что-то измениться, переиграться, поэтому заранее я не говорю. Вообще, знаете, вот обычно планов никаких я не строю, тем более сейчас в наше время что-то планировать вот наперед, как-то, ну, не знаю, все меняется. То локдаун, то еще что-то там закрывается, то еще какие-то перемены, изменения. Кто-то может заболеть, кто-то чего-то. Поэтому сейчас далеко в будущее заглядываю, и прям даже не это. То есть мы можем предполагать, вот, да. Поэтому, ну, если меня дочка зовет, то я пойду, куда же я денусь, в подводной лодке, раз семья все собирается, а мы собираемся по праздникам. Не так-то часто приходится нам встречаться всем вместе одновременно. Поэтому пойду, я поприсутствую там, приму участие, как говорится, в семейной движухе. Вот. Ну, а что у нас будет там на столе, вы, безусловно, узнаете. Пока что, я не знаю, в основном, ну, в основном как, как всегда, наверное, да, горячее, мясное, там, картошечка, какие-то салаты, ну, как всегда все. Особо ничего такого, сильных каких-то блюд, наготавливать не будем. Если что, просто уже готовое можно сейчас заказать. Вот такие удобства у нас сейчас в наше время есть. Дальше есть такой очень интересный вопрос. Хотим переехать из Казахстана в Россию. Мы русские, нравится Ростов, но говорят, казачество есть у вас и не своих, они не принимают. Одним даже пришлось из-за этого переехать в другой регион. Правда ли, что приезжих не любят у вас? Для меня это очень странный вопрос, девочки, я вам хочу сказать. У нас большой город, миллионник, многонациональный, гостеприимный город. И вот, знаете, как сказать, вот как хитеров у меня хватает, да, в комментарии попадаются такие. Ну, типа того же в любом городе могут найтись какие-то вот люди, какие-то лица, которые могут быть негостеприимными. Но по таким людям не нужно равняться на весь город. Что касается казачества, ну, вы знаете, это вообще отдельная история. Мне, когда вот я прочитала этот вопрос, я прям даже залезла в интернет, и вот поисковике забила история города Ростова-на-Дону. Потому что, ну, я знаю, сколько лет нашему городу, а что было до этого. И что касается казачества, тоже почитала. Ну, я вам хочу сказать, что вот река Дон, вот на береговой линии реки Дон, раньше жили казаки. И до сих пор у нас существуют станицы. Вот Александровка, это у нас такой район, как в городе, да, это тоже была раньше станица Александровская. Тоже здесь вот на побережье Дона тоже жили казаки. Но такое понятие, как казачество, это не национальность. Это вот, ну, это жили такие люди. Я не могу сейчас это все объяснить, и потом это очень долго. Не буду говорить. Казаки жили на Дону еще раньше, еще задолго до основания города Ростова на Дону. Там с 1500 какого-то года. А Ростов у нас появился уже в 1749, по-моему, году. И то Ростов у нас был такой, где центр и вот до театральной площади. Потом уже в 1779, по-моему, году, если не ошибаюсь, если там не ошибаются в интернете, уже поселились сюда армяне. Армяне, это беженцы были с Крыма. Ну, в общем, это беженцы с Крыма, там, с Кавказа, которых притесняли. Геноцид там армянский был, если кто знает. Вот, Екатерина II дала землю, и поселились тут армяне. И вот от театральной площади до 11-й линии в начале, там поселились армяне. Там, по-моему, от 3000 человек в начале было. Ну, потом Нахичевань разрасталась, разрасталась, уже до 45-й линии дошло. Ну, там, конечно, и русские уже попереплелись. Нахичевань уже, как сказать, вошел в город Ростов и уже окружился Ростовом. То есть оказался почти что в центре Нахичевань. Вот этот у нас как тоже район такой. Хотя у нас город разделен по районам. Пролетарский район, это уже вот Александровка, это Нахичевань, это все в Пролетарский район ходит. И другие районы, еще там северный, западный и так далее. Город у нас очень большой. Уже давно, уже еще в 80-м году у нас уже был миллион населения. по переписи населения. Уже далеко за миллион все завалило. И у нас еще тогда еще говорили о том, что метро уже надо строить. Но до сих пор об этом говорят. Метро еще до сих пор в помине нет. Вот. Ну и что касается казачества. Ну, кто-то еще из казаков остался там, может быть, кто может себя назвать казаком. Это мы все русские люди. Мы все как бы одна национальность. И армяне у нас из Кавказа люди. И у нас и много очень приезжих. И если бы здесь кто-то кого-то притеснял, и если бы кто-то кому-то не давал житья, ну, тут надо тогда уже полгорода Ростова выселить, как чужаков. Ну, это глупости какие-то, да. Люди, конечно, находят себе какие-то общества. Разные общества есть в любом городе на самом деле. Это куда вы встрянете, понимаете. Если кому-то пришлось бежать из-за того, что кто-то кого-то притеснял, я даже не знаю, в какую группировку могли попасть эти люди. Что могло такое произойти, что нужно было бы бежать. Вот. У нас обычные люди живут. Работающие, работа, семья. Если есть, никуда вы не встреваете. Все нормально. И все будет у вас, как у всех. И все. Так что не бойтесь. Если город Ростов-на-Дону нравится, приезжайте и живите себе на здоровье. Город у нас прекрасный. И климат у нас тоже хороший. Планируете ли вы возобновить спортивные занятия или, может быть, будете заниматься вместе с нами, со зрителями? Будет веселее и мотивация хорошая для нас. Ой, девочки. Ну, что вам сказать? Я то худею, то поправляюсь. Вот кто меня давно уже смотрит, те знают, да? То я взялась, начала худеть, какой-то вес, может быть, сбросила, а потом худеть не надоедает. Я начинаю скучать по своим вкусняшкам и начинаю их уже кушать, кушать и начинаю опять набирать вес. В общем, у меня вот так вот все время качели. То я худею, то я не худею, то я опять худею, то опять не худею. В общем, мотивация худеть у меня просто сейчас слабоватая. Она у меня получается намного слабее, чем любовь к этим всяким вкусняшкам. Ну, потому что, когда худеешь... Вот я, например, ем еду, которую я не люблю. И мне то, что я люблю, есть нельзя, получается. Я могу месяц, может быть, от силы, может быть, два продержаться. Но я начинаю скучать по своим любимым вот этим... Картошечка жареная, там, я не знаю, пирожки, может быть, какие-то бутерброды, там, булочки, может быть, какие-то пирожные. Ну, я начинаю скучать по-жирному. Поэтому я люблю, между прочим, жирную еду. А ее тоже как бы нельзя есть, когда худеешь. Поэтому у меня вот такие качели. Вот у меня вдруг захотелось, я так вот взялась и начала. Ну, вот держусь, насколько могу. Иной раз подумаю, ну, собственно говоря, ну, и зачем? Вот похудею я, и что? И что? Хорошо, я буду, может быть, зрителям нравиться похудевшая больше. А мне что от этого? Мне абсолютно как-то вот, ну, мне уже все равно, понимаете? Я знаю, что я не безобразно выгляжу, не безобразно там толсто, да. То есть, да, где-то какие-то лишние килограммы мешают. Ну, это обычно там до 10 килограмм. Это не критично. Я просто смотрю на своих сверстниц, намного они больше меня весят, и я для них уже дюймовочка. Так что для меня это не критично. Это не вредит моему здоровью, мои лишние килограммы, да. Если бы это как-то вот уредило, может быть, я бы уже тогда, ну, ради этого нужно было бы. Ну, это уже, знаете, тогда уже критично, тогда уже и худеешь. Вот. А что касается спортзала, да, я бы ходила в спортзал, может быть, пошла бы. Но вот эти вот, знаете, то один штамм появился, то другой штамм появился. И хочется все-таки меньше куда-то вылазить из дома, меньше где-то среди народу толкаться. И, как говорится, особенно людям в возрасте, сидите дома, если нет нужды, не надо вот это вот лазить, где не надо. И в спортзале, понятное дело, люди все без масок занимаются. То спортзалы закрывают, то не закрывают. В общем, не поймешь что. Я все-таки жду еще. Мне все время кажется, что вот-вот уже скоро все это дело как-то закончится. Пока что это... Ну, если, конечно, прям уж сильно захочется, я, конечно, пойду. Но, может быть, может быть, даже не зимой, а после зимы. Зимой как-то вот сильно особо вылазить из дома не очень-то хочется, потому что у нас, даже если не так уж сильно там снега и морозы, но у нас ветра. И даже вот то, что сейчас у нас на улице сейчас минус 10, дует сильный ветер. То есть это вот по ощущениям как минус 20. Ну, а что касается дома заниматься, дома заниматься иногда тоже я начну, но надолго меня не хватает. Ну, вот так вот. У меня куча отмазок начинает. Придумываю сама себе кучу отмазок. И думаю, о, придумала отмазку, можно не заниматься. Ну, нет у меня такого рвения. Ну, люди разные. Есть люди, которые прям вот не могут без спорта, без этого всего. А я могу. Поэтому, ну, будет желание заняться, займусь. Опять временно, может быть. Так, ну, как-то я ответила на этот вопрос, наверное. Какие программы или ток-шоу смотрите по ТВ, по телевидению? Девочки, вот мне нравится, когда обычно в конце года, вот зимой начинаются программы «Голос» я люблю, потому что я, у меня хороший слух, хотя вот я раньше пела хорошо, сейчас уже этим похвастаться не могу. и я очень слышу талантливых людей. Я хорошо слышу какой-то где-то фальш в музыке. Вот. И мне нравится также танцы смотреть. Но всё-таки вот, знаете, если в одно время будут показывать голос и танцы, то я буду смотреть голос, а танцы буду смотреть в повторе, либо могу пропустить, ничего страшного. А голос меня как-то больше интересует. Ну и программы «Ты супер», например, тоже. Люблю вот больше всего музыку, слушать музыку, песни. Какие-то вот такие вот. Я люблю талантливых людей, сейчас вот много появляется новых талантливых людей. Вот. Опять-таки я обожаю Димаша. Это талант из талантов, которых я просто не слышала больше вообще. Ну и много появилось, много сейчас появилось новых таких вот. Маска, да, программа. Потом шоу «Мазгон» тоже с удовольствием смотрела. Ну, в общем, больше как-то мне нравится, что связано с вокалом. Такие больше передачи мне нравятся. А вот ещё один такой вопрос. А вы кололи ботокс или хотите? И есть ли в мыслях что-нибудь убрать хирургическим путём или ботоксом? А вы знаете, девочки, я вот когда смотрю сейчас на вот этих звёзд, которые уже в пожилом возрасте находятся, и которые делали себе какие-то пластические операции, ботоксы, и вот что-то в этом роде, и мужчины, и женщины, и актёры. И я смотрю, насколько преобразилось до неузнаваемости их лицо, насколько это всё расплылось, в общем, непонятные формы какие-то, и у них все лица даже какие-то похожи друг на друга, стали как инопланетяне. О, Господи, простите, если кого-то там задело. Ну, а это по факту так. Понимаете? И вот я думаю, как бы этот актёр выглядел, если бы вот сейчас, как бы он выглядел, если бы он не делал этих пластических операций, а ему, допустим, сейчас около 60 лет, и как бы он сейчас выглядел? Я думаю, что если бы он просто делал какой-то уход за лицом, там, да, ну, масочки, там, может быть, там, как бы уход, кремом, всё такое прочее, да, то, может быть, он выглядел бы всё равно более естественно, а старость, она по-любому прокрадывается, и, ну, что, хорошо я, допустим, могу понять звёзд, голливудских там звёзд или каких-то киноактеров, которым нужно продлить свою актёрскую жизнь, и они вынуждены делать какие-то вот эти пластические операции, очень известные люди. Ну, в любом случае, всё равно, всё равно потом лицо, мне кажется, выглядит ещё хуже, поэтому не хочу ничего делать со своим лицом. Вот какое есть, такое есть. Естественное старение пусть будет, пусть я буду с морщинками, ничего страшного. Главное, когда у человека улыбаются глаза, то тогда человек всё равно приятно выглядит, несмотря на эти морщинки, они могут быть добрыми морщинками. Ну, а уход за лицом никто не отменял, конечно. Конечно, нужно использовать крем каждый день, там, чисточку, масочку, в общем, вот это нужно использовать. И всё-таки, мне кажется, когда человек светится изнутри, когда у человека такая вот, ну, не знаю, улыбающиеся глаза, да, приятное лицо, не вот такие вот уголочки вниз, то, мне кажется, в любом случае, этот человек будет приятен, приятно будет выглядеть, и всё. Я не вижу необходимости мне это делать. Зачем? Чтобы я как квазимода выглядела на старости лет, хотя я уже и так не молодая, да? Ну, и зачем? Вот это, оно сразу видно, когда вот этот ботокс, губы, вот это вот что-то там, налито лицо чем-то, или мимические вот эти морщинки, пусть они будут естественные. Так что я ничего делать не хочу. Пусть как есть, так и есть, так и останусь. Ещё один такой вопрос. Человек очень-очень извиняется, но спрашивает. Вы никогда не рассказывали про мужа, отца ваших детей, что с ним случилось, где он. Я рассказывала про мужа, но немного, коротёсенько. Он умер уже очень давно. Поэтому я же говорила, что про покойников либо хорошо, либо никак. Я не буду рассказывать никак. Всё. Эта тема закрыта. Вот ещё один такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о том, по каким причинам, например, уже после мужа, когда пробовали встречаться с другими, почему не подходил тот или иной человек, почему в итоге решили, что лучше одной. Очень будет интересно послушать про пробы новых отношений и как всё это было. Ну, подробности рассказывать я не буду. Это очень тоже длинная история. Но хочу вам сказать. Я по... Вот то, что по итогам уже прошедших лет я могу сказать, что я выбирала себе ну, неподходящих мне мужчин, как я уже поняла впоследствии, да. Потому что я сама лидер вообще в отношениях и выбирала себе, видимо, мужчин, которые слабее меня. И меня вначале умиляла, может быть, какая-то их скромность, нерешительность или что-то. Потом ещё у меня есть свойство сажать себе людей на голову. Вот это вот мое такое свойство. Не знаю. Я добрый человек. Я хочу быть добрым человеком. Но многие люди доброту принимают за слабость и начинают садиться на голову. Где-то из тактичности я могу раз там промолчать, где-то раз что-то там проглотить, этого делать не нужно ни в коем случае. Где-то я не люблю просто с кем-то воевать, с кем-то там спорить, ругаться. Ну, в общем, где-то попустительство мое в конце концов приводило к тому, что человек мне начинал уже раздражать. Я начинала его уже ненавидеть. Я уже просто понимала, что я не хочу рядом с собой видеть этого человека. И с этим я расставалась. Со всеми, со своими мужчинами, в общем. Все, кто у меня был, со всеми расставалась я сама по собственной инициативе. И потом уже, когда мне было лет 45-44, вот так, я тогда уехала в Москву, походила я на тренинг. Мне хотелось, знаете, узнать, больше понять себя, почему у меня так происходит. Какие-то книги почитала, где-то там на тренинг походила. В общем, в итоге я поняла, что вообще на самом деле не обязательно быть замужем. Мне просто вот с детства мама внушала, что женщина должна выйти замуж, должна родить детей. То есть это как бы вот должна, это сущность женщины, это ее обязанность как бы, да, то есть по-другому быть не может. И вот когда я поняла, что по-другому быть может, то я давно уже понимала, что когда я со своим человеком, мужчиной расстаюсь, я становлюсь счастливой. Как только с кем-то схожусь, через какое-то время я становлюсь несчастной. И в итоге зачем мне это нужно? Я поняла, что мне мужчина не нужен для того, чтобы быть счастливой, мне нужно быть одной, понимаете? Я сама могу себя любить лучше, чем кто-либо другой. И сама делать для себя вполне могу все, что нужно, чем я всегда, в общем-то, и занималась. Вот полюбить себя, это самое главное, что мне нужно было. И быть счастливой, просто быть одной. А мне одной кайфово. Мне не нужен кто-то, чтобы для меня был. И, кстати, где-то там еще есть вопрос, допускаете ли вы еще раз влюбиться. Боже упаси! Нет, ни в коем случае. У меня даже мыслей таких в голове нету. Я даже не представляю себя рядом, чтобы кто-то со мной еще тут жил и делал мне нервы. Я сама достаточный человек, все, что мне нужно, сама себе заработаю, сама себе сделаю. Не нужно ни у кого спрашивать разрешение. И, в общем, не нужен мне никакой тут рядом раздражитель. Вот так. Следующий вопрос. Собираетесь ли вы в ближайшем съездить куда-нибудь, отдохнуть и куда? Что бы хотелось посмотреть? Очень бы хотелось посмотреть, как вы проведете отпуск, ну и отдохнуть вместе с вами. Да, девочки, хотелось бы. Я до сих пор не отпускаю мысль, что мне хотелось бы съездить какой-нибудь в санаторий отдохнуть. У меня есть такие воспоминания еще из молодости, когда я ездила в санаторий, и как-то было классно. Но пока не пройдет пандемия, никуда я дергаться не хочу. Потому что, вы знаете, несмотря на то, что я все-таки привилась, у меня все равно есть такие опасения, там то эти штаммы меняются, то есть такое опасение, вдруг я куда-то приеду, там заболею на чужбине. И при том вот эти вот локдауны, там маски вот эти постоянно, все это как-то так мне говорит о том, что сиди дома и не рыпайся, пока вот это все не закончится. Потом уже, когда будет, можно будет свободно дышать без масок, вот тогда я, может быть, и поеду. А сейчас пока что вот, ну я-то об этом сильно так прям не беспокоюсь, не мечтаю прям, что спать не могу, что я мечтаю только прям куда-то поехать. Ну вот такие мысли вообще иногда бывают, у меня в голову приходят. Да, было бы классно, конечно, если бы я поехала и поснимала там, может быть, что-то. Но всему свое время. Время еще, значит, до этого не пришло. Какие подарочки вы приготовили своим родным? Хотелось бы увидеть обзорчик. Подарочки от вас и подарочки вам. Девочки, я не готовилась в этом году особо никаких таких подарочек. Я просто так решила, что вот внуков поздравить надо обязательно, потому что это дети. Но с другой стороны, в наше время, в наше время мы радовались вот этим вот подарочкам, где там конфетки, мандаринки, и мы им радовались, потому что у нас так в повседневной жизни как бы конфетками, мандаринками не баловали родители, ну по крайней мере, вот как в моем воспоминании. И когда на Новый год мы получали вот эти вот подарочки, сладости, шоколадочки, там не знаю, мандаринки ассоциируются с Новым годом. Тоже это было не будничными. Сейчас внуков, ну ничем не удивишь. У них есть все, у них есть все. Из одежды все есть. Конфеты и мандарины едят они каждый день. Вот этими подарочками их не удивишь. Поэтому я не стала сильно заморачиваться в этом году. я решила просто подарить деньгами сыну и дочке. Я дала денег и сказала, купите внукам то, что вы считаете нужным, то, что им нужно. В общем, скажите, что это от меня подарок, ну и все. Да, нет, сюрприза не будет. Под елочкой подарка не будет. Не, может быть, это там под елочку и что-то кто-то положит. Но во всяком случае я им сказала, вот вам деньги, купите что хотите внукам и себе. В общем, все. Я голову ломать на эту тему решила не буду. И все. Потому что, тем более я не люблю ненужные подарки. Вы знаете, я вам хочу сказать честно, терпеть не могу ненужные подарки. Поэтому, вот когда люди дарят деньгами, тогда уже знаешь, что ты конкретно хочешь, пойдешь и это купишь. И это будет тебе нужно, и это будет тебя радовать. А когда дарят ненужные подарки, и неудобно их передаривать кому-то, и потом эти подарки перекладываешь с места на место, и вроде выбросить не можешь. Если ты сам купил что-то ненужное, смело бы выбросил, бы кому-то отдал и уже не парился на этот счет. Но когда вот это кем-то подарено, и начинаешь перекладывать, тут свои вещи не знаешь, куда девать. Начинаешь перекладывать с места на место этот подарок годами, пока не решишься в конце концов от него куда-то избавиться. Поэтому я не люблю ненужные подарки. Поэтому прошу, мне тоже, вот прошу мне не дарить каких-то вот сюрпризов, не люблю, честно. Ну, вот такой человек, что поделаешь. Какие планы на 22-й год? Девочки, вот не заглядывай я так вперед. Планов у меня никаких нет, потому что все зависит опять-таки от обстоятельств. Какие будут обстоятельства, такие будут планы. Я дальше, чем на неделю вообще стараюсь не заглядывать. Я могу предполагать, но, как говорится, Бог располагает. Поэтому, что там будет, как там будет, я не знаю. Закончится у нас пандемия, это будут одни планы. Если не закончится, ли усугубиться, другие планы. Поэтому ничего не загадываю, никуда не заглядываю. И потом я человек настроения. Знаете, вот у меня настроение есть такое, я делаю что-то, нет настроения, не делаю, я себя не заставляю. Я сама себе предоставлена, поэтому я могу свои планы менять. Хочу так, а хочу иначе делаю. Могу передумать что-то. Заранее, вот вперед я так сильно не забегаю. Расскажите что-нибудь душевное про прошедшие года, чтобы окунуться в прошлое. Девочки, с удовольствием рассказываю, но это, знаете, у меня бывает спонтанно что-то в голову придет. И вот я люблю, когда я что-то готовлю, там бывает раз, вот просто в тему раз, что-то вспомнила и тут же сказала. И почему вот, когда я готовлю, я не люблю готовки снимать, вот такие, как, таких готовок много, которые маленькие ролики снимают и чисто процесс, что за чем следует, сколько чего ингредиентов положили и все. Но такие ролики, это чисто такие технические ролики я не люблю снимать, поэтому я стала всю свою готовку снимать уже во влогах и в процессе я с вами болтаю, как будто вы присутствуете рядом со мной, да. И вот если я какой-то вспомнила что-то в тему в процессе, я тут же вам и рассказываю. Поэтому смотрите все мои влоги подряд, смотрите до конца и тогда обязательно что-нибудь интересное где-нибудь проскользнет. Ну, а вот это видео, которое я сейчас снимаю, тут все равно какие-то есть вопросы, которые где-то меня окунают в прошлое и я что-то вспоминаю и в процессе вот рассказываю. Поэтому вот сейчас еще будут вопросы, которые, может быть, вас, меня тоже окунут в прошлое. Вот, кстати, следующий вопрос тоже вот идет к прошлому, идет к прошлому. Знаете ли вы свои армянские корни более глубоко, а именно по какой причине ваши родственники армянские оказались в Ростове? Видео «Мои армянские корни» имело очень большой успех. Да, кстати говоря, кто это видео не видел, оно так и называется «Мои армянские корни». Можете посмотреть, окунаемся мы туда в 96-й год, там есть у нас видеосъемки и как раз вот отмечали день рождения моей тети, юбилей тогда 50-летие было, и вот армянская семья наша собралась, мы там пели и плясали, я там пела много, вот, хотя уже, конечно, многих людей и уже нет в живых из этого видео. Я даже сама с удовольствием это видео иногда пересматриваю, поэтому, кто не видел, советую, посмотрите. Вот, ну, а что касается вопроса, знаете ли вы свои армянские корни более глубоко, а именно по какой причине армянские родственники мои оказались в Ростове? Ну, что касается вообще даже образования вот на Хичеване в Ростове, да, были же беженцы, бежали там от геноцида, кто-то от крымских татар бежал, кто-то там еще от каких-то других, там, от другого геноцида, ну, в общем, в любом случае приезжали у нас армяне, поселялись, разрастались и жили. Что касается моих родственников, в каком точно году, я не знаю, потому что, ну, я еще в детстве как-то вот у бабушки интересовалась историей, как бы, ее рассказы слушала про наших армянских родственников, про ее родителей, там, бабушек, дедушек и так далее, поэтому год, я не помню, даже говорила она мне или нет, в каком году они приехали в Ростов, но приехали, и я просто знаю, что моя мама, она вот застала еще прабабушку свою, они жили на 16-й линии, и мамина бабушка, мамина прабабушка, вот они уже жили, да, но это точно до революции они поселились, и тогда моя бабушка родилась в Ростове, и два ее брата, а до этого у них еще там было несколько детей, которые они в молодых, в младенческих, в детских годах умирали, вообще тогда много было семей, где много детей рожали, и часть детей умирала, наверное, от детских болезней тогда что-то не делали, там, этих прививок или что-то, также у папы было 8, по-моему, детей в семье, осталось только трое, вот, по крайней мере, после войны, и вот у бабушки тоже их осталось трое, ну, и дядьки, бабушкины братья, они дожили до старости, так, как и моя бабушка, и я их помню тоже в детстве, вот, но я уже не застала бабушкиных родителей, там, бабушек, дедушек, вот этих я не застала, я знаю, что они жили в Нахичеване, и они похоронены на армянском кладбище в Нахичеване, там, с бабушкой я ходила на это кладбище, и там большой такой был участок, могил 8, наверное, было, но это вот были там бабушки, дедушки, детки, которые вот эти вот, вот, ну, это все, что я просто знаю из истории своих армянских родственников, дядя мой еще жив, ему уже за 80, Расскажите, как приняли Наташу в семью, сразу ли понравилась, понравилась невестка, не было ли конфликтов, для меня актуально, взрослый сын, я готовлюсь морально, ну, на этот вопрос я вам хочу сказать, я своих детей воспитывала так, я им объясняла, что все, что вы в своей жизни делаете, вы делаете для себя, все свои решения, все свои ошибки, вы все это делаете для себя, вы должны, если какие-то ошибки делаете, должны их исправлять сами, если вы там будете жениться, выходить замуж, вы половину себе подбираете, а не мне, вам жить, я сегодня есть, завтра меня нет, вот так, все, и я их с детства приучала к ответственности, вообще, к ответственности за свою жизнь, за свое будущее, за все, что они делают, получил двойку, но это вот, и тут же объясняю, что ты, сынок, двойку получил, но это оценка, это твоя оценка, твоя оценка твоего будущего, да, ты получаешь знания для того, чтобы в будущем тебе было легче, да, если ты двойку получил, значит, этих знаний не получил, и хуже тебе, а не мне, мне-то что, я же говорю, сегодня есть, завтра нет, мама, вот так, это ваше будущее, ваше самостоятельное решение, и вот как-то так, я уже стала доверять своим детям, что они самостоятельные, что они могут самостоятельно думать, самостоятельно принимать решения, еще, даже до совершеннолетия, поэтому, когда мои дети подросли, я уже прекрасно понимала, что они могут без меня обходиться, прекрасно могут самостоятельно жить, самостоятельно думать, это очень важно, Потому что есть, конечно, родители некоторые, даже среди моих знакомых, где опекают своих детей, уже дети взрослые, им бы и жениться бы и до 30, и за 30 лет, и 40 лет, а мамочки все нянчатся со своими детьми, которые не могут даже коммунальные платежи оплатить, не знают, как это делается. И, естественно, они не могут нормально ориентироваться в жизни, когда за них все время родители, мама там все время решает, все время опекает. Нужно давать детям самостоятельность, нужно им доверять, и если они даже в каких-то молодых годах где-то там оступятся, ну а кто не падает из нас, все делают какие-то ошибки, оступаются, значит, на этом учатся, на своих ошибках учатся. И даже если человек сделает какой-то неправильный выбор, но он все равно потом исправится, в следующий раз уже будет учитывать свои ошибки, не чужие, а свои, и уже научится делать правильный выбор. Ну, то есть каждый человек должен прожить свою жизнь самостоятельно, и каждый ребенок – это не наша собственность. Нам дети даны для того, чтобы мы научили их ходить, говорить, ложку держать в руках, там где-то поухаживать за собой правильно, да. И также мы должны научить их самостоятельно мыслить, чтобы они принимали свои собственные решения. С детства нужно к этому ребенка как бы подводить. И то, что за свои поступки тоже придется отвечать. Поэтому я своим детям всегда доверяла, и в общем-то, как сказать, я люблю своих детей, и я знаю, что они сделают правильный выбор, да. То есть правильный выбор, по крайней мере, для себя. Для меня очень важно было, чтобы мои дети были счастливы, потому что человек вообще, мне кажется, рожден для того, чтобы быть счастливым. Это вот самое главное наше, как сказать, существование, да, на этой земле. Человек рожден для того, чтобы быть счастливым, а не наоборот. Поэтому понятное дело, что когда меня сын познакомил со своей девушкой, когда он сказал мне, что он ее любит, что хочет на ней жениться, естественно, я хорошо приняла человека. Если я знаю, если я знаю, что моя невестка любит моего сына, я тоже люблю моего сына, у нас уже с ней общие интересы, да. Почему бы мне ее не любить? Так что, люблю я своих детей и я уважаю их выбор. Никуда я не лезу, никому я в семью не лезу, ни к сыну, ни к дочке. Они живут там сами по себе. За советом не обращаются, я свои советы не навязываю никакие. Я вот просто любуюсь на них, радуюсь за них. И я от этого, как мама, тоже счастлива. Расскажите, пожалуйста, немного о своем детстве. Как учились в школе? На какие кружки ходили? Хобби, может быть, и про первую девичью любовь, ответную или безответную? Ой, в школе я училась... Вы знаете, если мне нравился преподаватель, то я училась на этом предмете хорошо. Если мне преподаватель не нравился, то я спустя рукава училась. И даже вот у меня были тройки по математике, скажем, по алгебре, геометрии, потому что у нас была взаимная неприязнь, скажем, с учительницей. Хотя я прекрасно соображала, вообще до сих пор я люблю цифры, люблю математику. Это вот мое. Я люблю такую точность, точные науки. А что касается гуманитарных, ну, география, история. У нас были такие вот очень такие пожилые, старые учительницы. Очень нудно они все это рассказывали. Это было очень скучно. Я чуть ли не засыпала на уроках. И, естественно, и дома тоже я так тоже через не хочу учила эти уроки. Цифры запоминала плохо, даты вот по истории, например. Ну, география там где-то что-то временами было интересно. Вот, ну, поэтому училась так. По пении у меня было пять, по физкультуре было пять, потому что я этим любила заниматься. И с первого класса я занималась спортом. Моя мама работала в спорткомплексе. И после школы я отправлялась в спорткомплекс и до конца рабочего дня находилась там. Понятно, что дело, чтобы я там не болталась без дела, меня мама то в один кружок, то в другой втыкала. Ну, собственно говоря, у меня как бы обнаружилась гибкость. С самого детства я была гибкая, значит, первым делом меня отправили на гимнастику, но мне там не понравилось. И потом на плавание тоже она меня отправила. Сначала мне тренер не нравился один, поэтому я там просто как бы купалась сама по себе. Потом пришел один молодой красивый тренер. Я в первом классе училась, а тренеру было тогда года 22-23. Такой, ну, интересный молодой человек был. И вот тут уже, знаете, мне он понравился. И я стала заниматься всерьез плаванием. И до пятого класса я занималась плаванием. И успехи у меня там были. Третий взрослый разряд по плаванию был в третьем классе. Да, в третьем. Ну, начало пятого класса я уже забросила плавание. И мама моя как раз со спорткомплекса ушла. Поэтому я потом ходила на гонбол, волейбол, тендерки еще какие-то. У нас все время приходили в школу какие-то тренера и постоянно куда-то зазывали в какие-то кружки. И спортивные кружки у нас были бесплатные. И у нас каждый ученик обязательно чем-то где-то занимался. У нас это, ну, как приветствовалось. У нас не было даже ни одного школьника в то время, который чем-либо не занимался бы. Ну, а так как мне спортом не давался легко, поэтому занималась я спортом. Ну, а уже там в восьмом классе вот у нас была такая интересная тоже молодая, симпатичная учительница по пению. И она самых талантливых учеников собрала в такой кружок. Это у нас была вокальная группа. Мы после урока оставались, там репетировали какие-то песни, какими-то голосами. Она нас разбивала по голосам. Но это было мне интересно тоже. Уже я занималась. И уже когда закончила восьмой класс, она организовала ансамбль. И я ездила туда специально на западный, там в НИИ встречались мы. И вот уже там я, это первый мой ансамбль, где я начала в ансамбле петь. Тоже какие-то выступления. Ну, в трудовых коллективах мы такие выступления там были у нас. И с вокальной группой тоже мы выступали, когда в восьмом классе. Ну, в общем-то, я больше туда пошла уже в вокал. Уже спортом я не занималась. Но после школы я больше как бы пошла на вокал. Я даже хотела поступать в театральное училище, культпросвет училища или училище культуры у нас было. Но моя мама, она уперлась категорически. У нее была такая стереотипная установка, что все артисты непорядочные люди. Типа того. И она мне сказала, мне певица в доме не нужна. Все. Нужен трудовой человек. Мои родители рабочие. Вот. В общем, я говорю, тогда я пойду в ГПТУ учиться на раскрощицу вверха обуви. Устраивает? Устраивает. Ну, в общем, в итоге я пошла в это училище учиться. Но втайне от мамы все равно я бегала в кружки вокальные, в вокальные ансамбли. И там я пела. И уже потом, когда я от мамы ушла жить самостоятельно, тогда уже я стала певицей в ресторане работать. Ну, в общем, в любом случае уже без образования, понятное дело. Но все равно продолжала как-то где-то петь. В общем, вот такие были у меня увлечения в школе. Ну, а про первую девичью любовь. Да, была у меня первая любовь. Мне было 14. А парню было 18. А он учился в одном классе с моей соседкой, с Тоней. Я как раз с ней дружила. Я этого парня видела, мне очень нравился. Ну, понятное дело, какой там, где я, мне 14, и где он ему 18. Понятное дело, что там даже в мыслях ничего подобного не было. Ну, а потом Тоня выходила замуж. И вот этот ее одноклассник был ее другом. Мы с ним познакомились у нее на свадьбе. И, в общем, тогда мы уже с ним как-то так познакомились, подружились. Я смотрю, он на меня обратил внимание. Для меня это было какое-то чудо такое чудесное, необыкновенное. И что у меня там творилось внутри, прям невозможно. Ну, моя мама, конечно, была против встреч. Ну, что я еще маленькая, а он уже взрослый мальчик. У него там на уме нехорошие вещи. Она мне не разрешала с ним встречаться. Я там ее просила. Говорю, мам, ну, не запрещай мне с ним хотя бы видеться, хотя бы просто общаться. Она, ну, только у меня на глазах. Вот, никуда гулять я тебя с ним опускать не буду. Вот здесь вот за дверью буквально можете пообщаться полчасика, и все. Он там спортом занимался. Вот он после тренировки приходил. Мы с ним в подъезде постоим, поболтаем о том, о сём. Пообнимаемся. У меня аж такие были мурашки тогда. Тогда вот я тогда точно помню вот эти вот мурашки, бабочки. Какой-то трепет такой внутри был. Ну, естественно, мы провстречались недолго, потому что кому понравится встречаться вот это в подъезде, где подругу никуда нельзя не вывезти, никуда-то сводить. Как раз тогда Новый год был на кону. Он меня пригласил с собой на Новый год. Там собирались молодежь. Мама меня не отпустила. И после этого, в общем, наши встречи вот так вот сошли на нет. Потом, спустя несколько лет, мы еще раз как-то там встретились. Опять ничего тоже не получилось. Ну, в общем, как бы... Ну, это я уже была повзрослее. Я уже училище училась. И, в общем, ну, первые, да, первые чувства, вот эти вот первая любовь, это, конечно, это что-то, да. Это уже не повторится никогда. И вот такой вопрос. Вы рассказывали, что ваш брак не был удачным, и впоследствии отношений построить не удалось. Что бы вы посоветовали молодым женщинам, которые в браке? Но, как я, переживают не лучшие времена и думают о разводе. Что с вашей точки зрения и опыта можно терпеть, а что нет? Какие отношения стоит пытаться сохранить, проходя через трудности? И от какого мужчины бежать подальше? Заранее спасибо. Ну, вы знаете, вот, честно говоря, я бы на вашем месте не стала бы спрашивать совета у принципиально одинокой женщины. У меня, конечно, опыт есть, но то, что я поняла уже впоследствии, то я бы этот весь опыт перечеркнула бы. И уже как-то, знаете, вот если бы я сделала какие-то выводы и решила, что да, нужно делать по-другому, и стала бы делать по-другому, но я просто поняла, что я по-другому не могу, и я не могу быть другой. Вот такая, какая и есть, у меня ничего не получится. Это просто у меня уже, знаете, что заложено, то заложено. Вот еще как-то, не знаю, с молоком матери или с воспитанием матери, какие-то, может быть, она делала ошибки в этом воспитании и закладывала, может быть, не совсем правильные вещи. Но это потому, что она сама ошибалась. Но у нее разница в том, что она вышла замуж за человека в нее, влюбленного, который ее все время носил на руках. Она позволяла себя любить. Вот если бы она научила меня с детства позволять себя любить и самой ни в коем случае не влюбляться, потому что у нас уже такие розовые очки, шторки опускаются, и мы начинаем, ну, оправдывать своих мужчин, где-то что-то промолчать, где-то что-то перетерпеть. Но я, например, вот сейчас уже человек нетерпимый, нетерпимый я к таким вещам, где что-то вас оскорбляет, на вас руку поднимают. Если мужчина гуляет, и, не знаю, денег домой не приносит. То есть вы должны сами определиться, что для вас приемлемо, а что для вас неприемлемо, что норма, а что нет. Вы можете с этим жить, вы хотите с этим жить, или вы не хотите с этим жить. Вот вы должны сами определиться, для себя решить, что терпеть, что не терпеть. Потому что я, еще раз повторюсь, человек рожден для того, чтобы быть счастливым. Если вам приходится что-то много терпеть, то, что вам не нравится, если вы не чувствуете себя счастливой в этих отношениях, зачем их тогда терпеть? Некоторые женщины терпят, потому что боятся одиночества. Значит, тогда вам нужно, ну, как бы сказать, чтобы не бояться одиночества, человеку должно быть самому с собой не скучно. Человек должен быть наполнен чем-то. Я, например, для меня неприемлемо мужику в рот заглядывать. Вообще, очень много на эту тему рассуждает моя дочка, и она в своих видео, там же, где вопросы-ответы, ей тоже аналогичные вопросы задают. И она, у нее очень хорошо, как говорится, подвешен язык. Она может доходчиво это все объяснить, даже лучше, чем я. Потому что я сейчас уже многих слов не могу найти, чтобы объяснить. И потом, опять-таки, а что равняться на мой опыт? Как говорится, мой опыт потерпел фиаско, да? Ну, и при том, что я уже убежденный холостяк. Можно так сказать. Не хочу я замуж, потому что у меня от мужчин, я не могу сказать, что все плохие. И не могу сказать, что мне хорошие не попадались. А может, не попадались, потому что я их не могла разглядеть, этих хороших. А может быть, потому что я сама тогда не была наполнена чем-то, чтобы вот этих хороших как бы привлечь и удержать рядом с собой. То есть, ну, какие-то мои личные могут быть недостатки, с которыми надо было бы работать, это еще с детства начиная, с молодости. А когда я поняла в зрелом возрасте свои, скажем так, недостатки, то есть причина-то во мне в первую очередь. И я поняла уже, что я измениться не смогу. То есть я уже такая устоявшаяся личность, что уже все, не изменюсь. А поэтому такая, какая есть, такая есть. Сама себя устраиваю, и это хорошо. Значит, мне самой собой хорошо. Поэтому я бы не стала вас, не стала бы вам особо никаких советов принципиальных давать, потому что, ну, замужняя женщина не должна спрашивать совета у феминистки. Знаете, вот так вот я сказала. Поэтому, вот, если вы подписаны на канал моей дочки, у нее очень много видео, где она очень доходчиво объясняет и рассуждает на эту тему. И она может это лучше объяснить даже, чем я. Кому интересно, я могу, кстати, ссылочку оставить на канал моей дочки внизу, если кто-то на нее еще не подписан или кто-то еще не смотрит ее канал. Вот. Ну, а если мужчина вас обижает, подымает руку на вас, оскорбляет, унижает, не уважает, ну, от такого мужчины я бы стала бы бежать, это уж точно. Это точно. Так, ну, наверное, последний вопрос, вернее, тут два вопроса, но они как бы сливаются в один вопрос. И поэтому я сразу отвечу на них на оба. Как вы решились завести свой канал? Что способствовало этому? И как все начиналось? С какими трудностями столкнулись? И как реагируют ваши друзья и знакомые, сверстники на то, что вы стали блогером? Поддерживают ли вас или скептически настроены? Ну, и другой вопрос, почему вы стали снимать видео? Что вами двигает доход, отскоки, известность? Или вам просто это нравится? Вот, кстати говоря, вот это то, что перечислили, почти все отвечает на этот вопрос. Кроме известности. Вот известность, она как бы мне не нужна. Была бы я молодая, там вся себя такая, раз такая, то, может быть, мне это было бы интересно. Сейчас в моем возрасте мне эта известность, она как бы не нужна. Ну, а все остальное, конечно, и доход, и от скуки, и просто нравится, и просто интересно мне вот это вот снимать. Вот поэтому и снимаю. А что способствовало? Ну, дочка у меня блогером уже давно, и я очень часто мелькала, пока я вот с ней проводила много времени, пока Денечка был маленький. Я часто мелькала у нее в видео, и подписчики у нее спрашивали, а что бы вашей маме не открыть канал? И, в общем-то, ну, открыли и открыли, и решила попробовать. И понятное дело, что я, конечно, открыла с помощью дочки. Она первое время мне направляла, подсказывала. И вот все это дело помогало мне как бы под ее чутким руководством, под ее крылом. Первое время я снимала видео, еще такие нерешительные. А потом уже как-то вот все уже поняла, и как видео монтировать, и как, что лучше снимать. И сейчас уже давно я самостоятельный блогер, самостоятельно все снимаю. А что касается каких-то трудностей, я опять-таки же говорю, у меня есть наставник в виде моей дочки. Если у меня какие-то возникают трудности, какие-то вопросы или что, я советую с ней, как со своим наставником. И вопрос, как реагируют ваши друзья и знакомые, сверстники, на то, что я блогером стала. Ну, скажем так, друзей у меня особо нету. Вот я дружу с соседкой. У меня есть много знакомых, приятелей, ну, скажем, даже приятелям громко сказано. Ну, тем более, кто знает, что моя дочка блогер, ничего такого нет. При том, что я же, у меня же нету такого хайпа какого-то на канале, чтобы мне сказали, ой, что ты делаешь, что ты снимаешь, тебе не стыдно. Мне не стыдно за то, что я снимаю, мне не стыдно за свой канал. Поэтому, а почему должны кто-то осуждать? Вот так как относитесь вы к этому, так и относитесь. А потом я вам хочу сказать, я себя давно оградила, отодвинула, оградила от тех людей, которым не нравлюсь я. Допустим, которые меня там желают критиковать. в жизни, вот не так, как в комментариях. Это я еще как бы мягко тут выражаюсь, да. Ну, я, в принципе, и в жизни тоже мягко выражаюсь, но я могу это сделать очень как бы даже жестко. Поэтому, ну, если мне кто-то скажет, что ты делаешь, зачем тебе это надо и все такое прочее, я могу просто ответить, ну, а тебе какое дело? Вот все. То есть я как бы, если кому-то я не нравлюсь, я просто не общаюсь с этими людьми. Они ко мне и не лезут, потому что знают, что как бы, ну, зачем. В общем-то, у нас, честно говоря, и таких людей, тем более в моем возрасте, нету, которые, ну, бестактные такие вопросы какие-то задают или что. Всем, по-моему, все равно, кто чем занимается. Главное, что ничем постыдным я не занимаюсь. Поэтому мне замечаний никто не делает и мне не стыдно за свое занятие. Ну, а в основном те люди, с которыми я дружу, меня поддерживают, конечно. Вот соседка иногда мои ролики смотрит, хотя она может поприсутствовать при съемках там чего-то. Ну, сама она очень стеснительная, в смысле вот стесняется сниматься, поэтому я ее не снимаю. Не снимаю никого, кто не хочет сниматься. Вот и все. Вот, мои хорошие. Ну, вроде бы я как бы на все вопросы я ответила. Некоторые вопросы нетактичные я опустила. Не стала я их ни озвучивать, ни отвечать, потому что хайпиться на своей семье я не собираюсь. Поэтому те, кто задавал какие-то сугубо личные вопросы, что касается меня, моей дочки, я отвечать на это не буду. Я наснимала, уже смотрю, довольно длинное видео и думаю, что на большинство вопросов я ответила и с удовольствием ответила. И надеюсь, мои ответы, в общем-то, удовлетворят ваши вопросы. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарии. У кого, может быть, по ходу этого видео какие-то еще вопросы возникли. Ну, уже буду я отвечать либо в комментариях, либо если какой-то развернутый ответ, могу ответить уже во влоге. Смотрите мои влоги, не пропускайте, потому что я там тоже люблю поболтать в процессе какого-то хождения или приготовления какого-то блюда. Поэтому, если вы видите в названии видео название блюда, вы не думайте, что я там только вот режу и все. Я там обязательно что-нибудь по ходу могу рассказать. Вот так вот. Все. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока. И с наступающим Новым Годом! Субтитры сделал DimaTorzok